А детских хоккеистов с флагами Украины встречали на перроне родители и болельщики. Серебро международного турнира в славянской Блэйде – это не только престиж, но и опыт, и незабываемые эмоции для 12-летних спортсменов. Мужественный голкипер Илья Бобров, например, в финале лишился зуба, но проявил характер и продолжил встречу. Зуб не выбили, мне прилетает шайба, он начинает сильно шататься, а потом я его после первого периода вырываю. Сам вырвал? Больно было? Не плакал? Какой зуб? Средний или боковой? Молочный? В групповом этапе морские волки дважды разгромили австрийский КАС, уверенно обыграли итальянскую Пину и венгерскую Абуду. В полуфинале расправились с еще одними венграми из Будапештской Уты, но в финале одесситы уступили команде из Чехии Орличи Уничев с крупным счетом 0-8. У грозных волчат было слишком много нарушений и удалений. Мы налаштовали на то, что будет бой, но в никаком разе мы не ставили задачи играть грязно. Это больше была, скажем так, витримка того, что было недопрацювание психологического типа. В Украине, на жаль, в 7 веке они не играют в силу боротьбы, и, наверное, это десь играло свою ключевую роль, потому что всюди в Европе уже включена силова, и дети до этого подготовлены. Когда наших ребят убили, они думали, что это делают не по правилам, а когда они убили, они всегда думали, что это по правилам. И вот этот маневр с судьями и так далее, они считали, что их десь и засудяют, и в таком роде. Но, как на меня, чем больше таких турниров мы сможем увидеть, тем лучше будем подготовлены как психологически, так и технически. Чего не хватило в финальном бою? Недооценка соперника. Чего так много удалений было с чехами? Не знаю, решили поиграть в мордовой. Может, они были психически сильнее, потому что, как у нас мы тут не играем в силовую, там сразу нам позволили, и мы больше начали играть в силовую, а не в хоккей. Были некоторые команды, которые были и быстрые, и умные, и была хорошая техника, катание, руки, все работало. Ездили поддерживать детей и родители. Они отметили дружественную атмосферу на трибунах. В Словении все было хорошо на высоком уровне. Болельщики все очень дружные, все болели. После каждой игры, кто бы ни проиграл, всегда поздравлял нас с победой. Теперь в планах морских волков домашняя встреча с галецкими львами в ближайший уикенд. Игра состоится в Херсоне, так как в Одесском дворце спорта пройдет Кубок Украины по фигурному катанию. Ребята уверены, что международный опыт поможет им на внутренней арене. Насколько этот опыт вам поможет на внутренней арене? Ну, сильно поможет. У нас сейчас будет финал плей-оффа, и мы уже будем более уверены в себе. А уже с 19 апреля в Днепре начнется финальный этап межрегиональной детской хоккейной лиги. Дмитрий Богомолов, Владимир Ивжич, телеканал Репортер.